Всем привет, друзья! Сегодня готовим вкуснейший ягодный зефир. Пышный, очень нежный и совсем несложный, если выполнить все этапы правильно. Такие зефирки можно положить в красивую коробочку, перевязать красивой ленточкой и получится очень даже прекрасный подарок. Но прежде чем начнем, большая просьба поставить лайк и написать комментарий, так канал будет быстрее развиваться. Подробную граммовку всегда найдете в описании. Итак, начинаем с приготовления пюре. Пюре. Учтите, что яблок и ягод по весу нужно взять изначально больше, чтобы по итогу получилось столько пюре, сколько указано в ингредиентах. Яблоки я помыла, разрезаю на 4 части, убираю семечки и буду запекать в микроволновке 5 минут до мягкости яблок. Можно запечь в духовке, но это дольше, минут 15-20. Теперь блондерю яблоки и через сито убираю кожуру. Получается нежное пюре. Черносмородиновое пюре у меня было уже заготовлено. Я его также запекла в микроволновке, проблондерила и протерла через сито. Теперь нужно уварить пюре. Когда я делаю зефир на альбумине, это сухой белок, тогда я не увариваю. А когда я делаю зефир на свежем белке, предпочитаю избавиться от лишней жидкости, чтобы зефир в конечном результате получился пышный и не плыл, и грани от насадки были четкими. Вот такое пюре получилось. Когда пюре постоит в холодильнике, оно будет по консистенции напоминать джем. Ставим пюре в холодильник до полного охлаждения. У меня прошло около 3 часов. Перед тем, как начнем делать зефир, необходимо заранее подготовить пергамент, на который будете отсаживать, и мешок с насадкой. Зефир быстро стабилизируется. В чашу миксера кладу 250 г охлажденного пюре и 1 куриный белок комнатной температуры. Этот же рецепт в таких же пропорциях подходит для альбумина. Единственное, альбумин нужно заранее замочить водой. 10 г альбумина и 60 мл теплой воды. Начинаем взбивать. Я сразу взбиваю на максимальной мощности миксера. Когда пюре и белок начали светлеть и увеличиваться в объеме, у меня прошло минут 5 после начала взбивания. Начинаю вводить сахар. Делаю это партиями. Очень важно массу взбить до плотных пиков. Хорошо взбитая масса – залог пышного хорошего зефира. Вот посмотрите, какой она должна получиться. Ничего не падает, не стекает. Очень пышная шапочка на венчике. У меня прошло минут 10-15. Но не советую ориентироваться на время. Смотрите именно на консистенцию. Если готовите на стационарном миксере, то сироп и взбивание пюре можно совместить. Если готовите на ручном, то сначала взбиваем белок, а потом варим сироп. Варим сироп. Для этого в сотейнике смешаю воду, сахар и агар-агар. И ставлю на огонь. При постоянном помешивании варю до состояния тонкой нити. Агар-агар. В этом рецепте нельзя сменить на желатин. Использую агар силой 900. Очень важно, если вы берете агар не в кондитерском магазине, а в обычном продуктовом, смотреть на состав. В составе должен быть только агар. Варю сироп я по времени и по консистенции. После закипания у меня прошло 4 минуты. Проверяем на нить. Вот видите, с лопатки льется тонкой непрерывной нитью. Значит сироп готов. Начинаем взбивать массу. И тонкой струйкой по стенке чаши ввожу сироп в массу. Если у вас часть сиропа пролипла к стенке сотейника, не нужно выскребать его в чашу. Частички сиропа не разойдутся в зефирной массе. После вливания взбиваем не больше минуты. Быстренько перекладываем в мешок и отсаживаем на пергаменте зефирки. Если у вас вся масса не влезла в пакет, собираем ее вместе и накрываем чашу полотенцем. Или накрываем тарелочкой. Пару минут масса подождет, но долго она тоже не должна лежать. Я пользуюсь насадкой 1М. Она делает очень красивые завитушки. Отсаживаем зефир и оставляем на 10-12 часов. Если в доме большая влажность, то возможно и дольше нужно посушить. Вот смотрите, у меня прошел час, а зефир уже не липнет, потому что агар схватился. По истечении времени скрепляем 2 половинки и обваливаем зефирки в сахарной пудре. Как проверить готовность зефира? Возьмите 2 половинки, скрепите, припудрите и оставьте минут на 20-30. Если сахарная пудра не мокнет, можно собирать остальные зефирки. Если зефир пересушили, положите собранный зефир в контейнер и оставьте в холодильнике на 30 минут 1 час. Влага распределится и корочка зефира станет нежнее. Вот такой вот пышный, очень вкусный зефир у нас получился. Напоминаю, что рецепты вы найдете под видео. Не забывайте сохранить видео и подписываться на канал. Впереди еще много вкусного. На этом у меня сегодня все. Ваша Саша. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok